Всем привет дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим про монету Dash. Binance отменяет делистинг монет, ориентировочных на конфиденциальность. Стандарты были сглажены и необходимости в делистинге нет. Дорогие друзья, сегодня мы с вами обсудим данную новость, поговорим про текущую ситуацию касаемо всего криптовалютного рынка и сделаем правильные выводы, потому что на данном этапе киты продолжают накапливать свои позиции. Зачем они делают это прямо сейчас и почему, дорогие друзья, всегда исторически это предвестник был роста, сегодня я вам расскажу. А перед началом поддерживайте данное видео лайком и мы будем сразу переходить к делу. Что касается индекса альт сезона и почему я планирую докупать альту, дорогие друзья. Во-первых, хочу подметить, что сейчас у нас биткоин сезон и текущий этап самый благоприятный для покупки альты. Поэтому я жду дальше свою зону интереса и там буду накапливать правильную альту, увеличивая свои позиции. Все максимально правильно я спланировал и дальше собираюсь двигаться согласно данному плану. Дорогие друзья, на текущем этапе люди продолжают шортить и я полагаю, делается это все не просто так. Не просто так манипулятор вызвал подобного рода настроение в головах у тех людей, которые работают на фьючерсах. Здесь все максимально продумано было изначально и сейчас все идет, дорогие друзья, так как нужно. Манипуляторы понимают, что они засадят толпу. Именно поэтому не идите за большинством. Делайте то, что никто не делает, покупайте то, что никто не хочет покупать и вы заработаете 100%. Это касается Дэша. Дэш все хоронили, в данную монету никто не верил. Люди говорили, что данные конфиденциальные монеты будут делиснуты, но по факту мы имеем следующее. Бинанс отменяет делистинг монет. Да, дорогие друзья, Бинанс дал заднюю. И в итоге мы видим следующее. Мы видим то, что данные монеты постепенно начинают отрастать. Но кто-то специально просадил данную монету к данным отметкам. Для чего это было сделано? Для того, чтобы манипуляторы накопили свои позиции. Они выкупают все это. Они понимают, что это копейки за Дэш. И на прошлом медвежьем рынке была аналогичная ситуация, дорогие друзья. Здесь тоже все выкупалось. И сейчас дали примерно те же отметки. То есть 34 доллара. Если мы пойдем еще ниже, то здесь уже киты будут в убытках. Но на текущем этапе киты плюс-минус находятся в безубытке. И, дорогие друзья, отсюда и будет стартовать наш новый цикл. Потому что Дэш, напомню, в прошлом цикле себя вообще не показал. И на предстоящем бычьем рынке я точно знаю, что Дэш перепишет АТХ. Я буду накапливать данную монету. Все, что ниже хотя бы данных отметок является мизером. И я знаю, что здесь очередные возможности у нас скрыты. Кто их увидит и будет использовать, тот и заработает. По битку тот же сценарий. Я жду мою зону интереса, дорогие друзья. Даже несмотря на данный памп. Конечно, мы с ребятами покупали и на данном пампе уже заработали. Все пруфы есть у нас в закрытом клубе. Но, дорогие друзья, данная зона интереса у меня до сих пор открыта. И только здесь, я полагаю, будет формироваться дно для последующего отскока. То есть, план мой остается. Касаемо Дэша, в данную монету я тоже верю. Я ее покупал и буду покупать дальше. Потому что знаю, что данная монета имеет огромный потенциал. Когда я видел новости касаемо Дэлистинга, я говорил сразу. Либо Дэлистинга не будет, либо, дорогие друзья, это будет бессмысленно. То есть, функционал у данных монет все равно остается. Технология работает и смысл данных монет в том, чтобы кто-то мог отослать кому-то данную криптовалюту. Вот и все. То есть, создали кошелек, отправили на другой адрес Дэши и все. Все максимально просто. Это система обмена, дорогие друзья. И то, что биржи будут делистить подобного рода монеты, ничего не даст. Потому что все, что они сделают, это, возможно, повлияют на торги. То есть, торговаться она будет хуже. Но за счет технологии будет нарастать, разумеется, польза данного проекта. И за счет, разумеется, обмена людей мы увидим рост цены. И сложности в приобретении данной монеты только подольют масло в огонь. И мы увидим рост на этих новостях. Я уверен в этом, дорогие друзья. Но, как видим, Binance дал заднюю. Другие биржи, разумеется, тоже. Мы разбирали уже, как хобби делистил Дэш и подобного рода монеты. И потом вернул без новостей. Это все манипуляции, и это мы разбирали. На моем канале есть куча видеороликов про Дэш. В Дэш я верю и буду продолжать верить дальше. Потому что знаю, что технология лично мне пригодится 100%. Я ее использовал и буду использовать дальше. Я предпочитаю покупать те проекты, которые я сам использую. На большую часть капитала я всегда, разумеется, куплю лучше ту монету, которую я использую почти каждый день в своих расчетах. Это как раз таки Дэш. Да, об этом я говорил сотни раз. Но ничего не поменялось. И то, что цена упала, это ни о чем не говорит. Дорогие друзья, будущее у данной монеты есть. Я в эту монету верю. Мой план остается, и я знаю, что я заработаю. Если вы имеете желание покупать криптовалюту на предстоящем падении вместе со мной и зарабатывать в последующем, то приглашаю к себе на обучение. Приглашаю на курсы секрет рынка, элитный инвестор и практик. Вы получаете три закрытых курса. Вы полностью обучаетесь. И попадаете к нам в команду, где мы покупаем и продаем криптовалюту вместе. Если вы желаете на предстоящем падении в моей зоне интереса докупить правильную криптовалюту, то ссылка есть в описании. Прямо сейчас действует скидка, чтобы зашли все желающие. Поэтому, дорогие друзья, ссылку я оставлю в описании. Присоединяйтесь и работайте вместе с нами. Киты понимают, что они делают. Прямо сейчас формируется то самое дно медвежьего рынка, дорогие друзья. Всегда исторически дно формировалось подобным образом. То есть, здесь киты покупают и это отчетливо видно по их накоплению. Аналогичная ситуация у нас была и здесь. Здесь тоже все китами выкупалось. И на текущем этапе аналогичная ситуация, дорогие друзья. Обращайте на это свое пристальное внимание. Наблюдайте за метриками, подбирайте правильную криптовалюту. И вы заработаете на предстоящем бычьем рынке. Нормального роста еще не было. Минимальные цели это АТХ по битку. И, дорогие друзья, для нормального цикла это будет лишь началом. Потому что мы перепишем АТХ и установим, разумеется, новый. И после этого капитализация потечет по Альте. Я знаю, что я делаю. План на все события у меня имеется. И я действую, опираясь на этот план. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Ставьте лайк, если не поставили. Желаю всем удачи, всего хорошего. И всем пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok